Поощряет финансирование, поощряет движение денег, поощряет куплю-продажу. Один продал, второй купил, один заплатил, второй получил, выручил. А не то, что вот я даю 100, получаю 120, как то происходит в ростовщических банках. Значит, работа ростовщических банков, там есть запрет на финансирование, на движение денег, на движение товаров, на продвижение производства. Потому что не имеет никакого смысла в этом. Нет смысла в покупке, в продаже, в производстве, в то время как исламский банк несет те же риски вместе с клиентом. И он заинтересован в том, чтобы этот товар был продан третьей стороне. И даже если я этот товар продаю через 5 минут, я несу риск даже в те самые 5 минут. Этот товар, который у меня, даже может быть я владею этим товаром минуту, может быть, но я же несу риски. Извините, у меня мало времени, я буду спешить. Вторая разница это шариатская религиозная основа. Мы говорим, что в каждом банке исламском должно быть шариатское какое-нибудь управление контроля, шариатского контроля. Все финансовые операции, которые проходят через этот банк, должны пройти фильтр этого департамента шариатского контроля на предмет соответствия данной операции нормам шариата. И там могут работать только те, кто имеет большой опыт, те, кто имеет шариатское образование, работали как минимум 10 лет в области исламского банкинга. Те, кто могут делать четкое различие между халялем и харамом, те, кто могут только после этого. И любая финансовая операция может пройти сначала контроль этого управления, а затем существует управление надзора над этими решениями. То есть первое управление вынесло решение, это еще не окончательно. Это решение должно пройти надзор со стороны управления надзора за решениями. И только после этого данная финансовая транзакция или акция может быть признана действительной. Говорят, что иногда, допустим, могут сказать, что один клерк в банке или работник банка может там давать какие-то преференции, например, кому-то. Поэтому вот этот вопрос мы можем исключить тем, что мы пропускаем через два вот этих управления, два фильтра. И здесь я вот в этой таблице, можете увидеть в таблице, что Аль-Бая, Аль-Бая это продажа, то есть это правильная купля-продажа, это в средней колонии. Здесь вы можете видеть, банк, исламский банк, он имеет в виду обмен. То есть он покупает, покупает товар, затем его продает. В то время как ростовщический банк, он дает суду. Там нет ни купли, ни продажи. Что касается товара, это второе понятие, то банк, исламский банк, дает деньги взамен товара. А ростовщический банк, деньги взамен денег. Дальше, то есть он не вынуждает себя складированием товаров и так далее. А если этот бедный человек запаздывает немножко, то у него рост, процент растет, и все растет, и растет, и растет, и он становится еще более бедным человеком. И поэтому мы говорим, то есть увеличение при заключении договора, мы говорим, в исламском банке обязательно должен показать клиенту, сколько ему обошелся этот товар. Он должен купить товар и показать ему, какая прибыль, и он не может говорить клиенту, что ты опоздал, ты не заплатил, поэтому цена будет расти. И они нашли, значит, в случае опоздания, ну, допустим, внесения транши, это просто, они говорят просто, что ты обязан заплатить свое временно, в то время как в случае с ростом, с ростовщичеством растет все время. Дальше, извлечение прибыли. Извлечение прибыли в исламском банке происходит за работу, за услугу или за товар. А в ростовщическом банке это деньги за деньги, то есть прибыль извлекается чисто за деньги. Дальше, риск. Риск имеется в исламском банке, банкинге в процессе владения. Вот. Я не могу в исламском шариате покупать, продавать без несения риска. Нельзя финансировать, нельзя финансировать в то, в чем я не владею. Допустим, вот телефон. Я им владею. Я могу его продать за прибыль, с прибылью. Но если этот телефон не мой, я его продам. И я извлек деньги. Почему нельзя? Потому что этот телефон, если с ним произойдет, я не понесу риска. Потому что не я им владею. Поэтому это недопустимо. Такая акция недопустима. Мы должны нести риски, чтобы извлекать прибыль. И таким образом был хадис, который говорил о том, что обязательно должен быть риск. В то время как при расставщическом банке нет никакого риска. Просто даю деньги, а потом требую еще больше. Поэтому шариатское положение, купля-продажа дозволено, а расставщичество относится к великим грехам. К самым великим из великих грехов. Источники шариатских, финансовых, исламских операций. Какие принципы здесь? Мы работаем на принципах. Я показал вам главную разницу между исламскими и обычными банками. Мы посмотрели, как работают банки исламские. И эта работа должна бы отвечать шариату. А что мы имеем в виду под шариатом? Это банковские операции. Откуда мы их взяли? На какой основе? У нас есть источники. Эти источники для проведения таких операций мы используем. Основной. Это Аль-Куран, Аль-Керим. Сунна Пречистая. Аль-Джма. И Аль-Кияс. Это все мы называем, это принципы, с которыми мы были согласованы в исламе. Все касается этих. Эти шариатские учения, она также предусматривает следующие другие принципы. И она не имеет доказательства, убедительные доказательства, которые притворяются в жизни. Время у нас маловато. Я не могу вам показать, какие разницы, более подробности. Я должен сказать, что о том, что вы знаете, о том, что вот эти все положения, взятые из нашего Корана, мы постоянно должны даем обращаться к нашему Корану. И он является главным источником. Наш пророк, мир ему, он в своем хадисе указал, Когда вы были отправлены с враждой, вы вернулись, хотелось, чтобы вы вернулись в Йемен. И там это хадис, положение этого хадиса было указано, Он присутствовал содержание в Коране и в Суне. Ученые сказали, это указывает на то, что шариатский ислам, он сначала был взят из Корана, затем из Суны, а затем из Иджма. Иджма, это мы имеем в виду, это всеобщее согласие уммы, Уммы, или те, кто занимался законами, И всегда эти законоведы, они обращались к Корану, положением Корана. Поскольку все свои суждения ученые, они черпают из Корана и Суны. Каяс – это предание законности людям и тем текстам, которыми пользуются ученые. Наш пророк, мир ему, запретил, запретил ростовщичество и сказал, золото за золото, серебро за серебро. Имеется в виду, это свидетельство того, что запрещено ростовщичество. Ученые, когда искали доказательства, почему ростовщичество запрещено, они сказали, потому что золото и серебро не являются ценой чего-либо. Таким образом, касательно заката, в закат при уплате можно использовать золото или серебро, но алмаз нельзя использовать в закате, можно только использовать в коммерции. Золото или серебро – это имеют большую цену, а любое ростовщичество, любое ростовщичество, оно запрещено. Имам Малек сказал, если люди дают, если взяли шкуру, допустим, чего животного в качестве стоимости, то это является свидетельством того, что даже эти шкуры являются ростовщичеством. Хорошо. Приходит человек и говорит, нету в Коране о том, что наркотики запрещены. Однако там в Коране там написано о том, что каждый, кто употребляет вино, он пьянеет. И во время мы многое положение банковских операций мы взяли из Корана. Главное из них – это каяс. Аллах разрешил нам продавать, но запретил ростовщичество. Это находится также, указано в хадисе. Но некоторые моменты не указаны в Коране, например. нам запрещено использовать какие-то уловки, обман при заключении сделок или при проведении каких-то операций. почему там почему 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 в очреве вот посмотрите, почему в очреве матери является находится зародыш и говорить о нем запрещено. Сейчас мы переходим к и возьмем и сейчас теперь мы переходим Переходим к разговору о договоре. А прежде чем будем говорить о договоре, мы должны разъяснить, что если вы хотите понять исламский банкинг или исламское финансирование в целом, то вы должны понять принцип договора. Поэтому во многих университетах есть отдельный предмет для изучения, посвящен договору. Есть теория договора. Даже в магистратуре я учил целый предмет, который назывался договор. Я пытался вам предоставить квинтэссенцию сейчас этого, что касается договора, денег, владения, частного владения. Конечно, у нас мало сейчас времени, но возможно я буду, конечно, быть очень кратким. Что такое договор? Если бы я хотел что-то продать или сдать в аренду, либо дать деньги в суд, дать суду, должен присутствовать, существовать договор. Нужен договор. Он может быть письменным, а может быть устным, а также он может быть через музаида, через аукцион, через монатноса, через... Что такое договор? Договор это согласованная связь, которая должна иметь следствие, последствия. Если я говорю, что я тебе продаю, покупатель должен говорить, что нет, я не соглашаюсь, значит нет договора, продажа не состоялась. Если я скажу, что я тебе сдаю автомобиль в аренду, и если он говорит, что я соглашаюсь, тогда... И он дал положительное согласие, значит, если согласие встретило все операции, даже с банками, между банками, все, и должны предполагать наличие договора. Я сейчас перейду к виду, какие основы этого договора. Основы это все. В каждом договоре должны быть основы. Первая связь, это форма. То есть договорящиеся стороны и предмет договора. Сына это формулировка. То есть она должна быть между двумя сторонами. Купли-продажи, я же продавец, покупатель, арендодатель, арендарь и так далее. Судодатели, судосполучающие эти договоры, залогы, так же кто-то закладывает, кто-то берет залог, начнет. Формировка, это я продаю, ты покупаешь. Я сдаю, ты берешь. Сейчас время не позволяет нам сильно, и поэтому вторая сторона это стороны, то есть договорящиеся. Они должны быть в полном здравии, в полном здравии, в полном здравии, поэтому если это ребенок, мы же не можем заручить у человека, но даже если он дал свою свою власть, то есть ай-зай-залток договора. Но он же лежит в дом, поэтому не годится. Также значит, 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 это согласие, согласие объекта сторон. Значит, первое, только должен, то есть продавец должен согласить тем, что он продает, и должен хотеть это продать. То есть продавец не сказал, куплю продажу, но использует только согласие. Вот, если что-то, то будет принуждать продаж, значит, это не продажа, или это не продажа. Нет, нет, нет договора. Это во всем. Если, например, продажа, значит, это вот добавок, ну, телефон, дальше цена. Если есть реактори, то это автомобили, если это суд, то сумма и мать, и так далее. И все эти свои положения и условия. Дальше, значит, часть этого договора. Я здесь вообще вкратце, конечно, был. Дальше, значит, часть этого финансового договора, у нас есть несколько частей. Договор делится на правильные и неправильные. Дальше действия, действительные и недействительные, обязывающие, не обязывающие, гарантированные и не гарантированные, если со стороны его фарфюрлировки. Значит, либо он добавлен в будущее, либо он услуженный, либо он краткий. Значит, первое. Первое, это правильность, это правильный договор. Это тот договор, который отвечает всем на его основам и условиям, и в котором отсутствуют запреты его правильности. Ну, допустим, если я продаю этот телефон, я его говорю, я тебе продаю этот телефон, он говорит, я согласен покупать, и ушел. Это правильная продажа? Нет. Потому что я говорил с ним стоимость стоимость. Это понятно? Обязательно в купле-продаже должна быть озвучена цена. Она должна быть известна. Исламский шариат запрещает все, что спорно. Если я не укажу цену, стоимость, значит, это будет спорный вопрос. И я, он скажет, а я думал, ты их хотел не продать за сто, а тут получается 3500. Это спорный предмет. Это предмет для спора. Поэтому цена должна быть известна в договоре. Правильный договор должен быть полноценным. И мы видели, какие основы правильные, значит, договорящиеся должны. Есть еще условия. У каждой из этих основ есть свои условия. Значит, недействительный договор. Это договор, в котором я так и не понял, нам дают 15 минут или нет. Или мы должны закончить, как пройдет полтора часа. Мы так и не поняли. Мы можем еще продлить лекцию на полтора часа или нет, чтобы я знал, как мне сейчас себя вести. Может быть, сокращать или не сокращать. Хорошо. Недействительный договор. Это тот договор, в котором есть нарушение какой-то части из основ. Это, значит, противоположность правильному договору. Вы видели, вот перед этим основы, да, основы это формулировка, стороны и предмет договора. Если есть неправильность или в этих трех основах, этот вопрос, этот договор считается недействительным. Вот я ему говорю, я тебе продал этот телефон. Он сказал, я согласен. Я согласен брать его в аренду. Это неправильная продажа. Недействительная продажа. Потому что я хочу продать, а он говорит, я беру в аренду. Значит, это неправильный договор. Он недействительный. Либо, например, если он говорит, я тебе продал за тысячу вот этот кулечек, да, там, кота в мешке, получается, что тоже кота в мешке нельзя продавать. Потому что неизвестно, что является предметом этого договора. Плохой договор, это только у ханафитов. Потому что они делают различия между... То есть у всех улемов есть правильный договор. Это в котором все основы договора правильные и все условия соблюдены. Неправильный договор, это тот договор, в котором в одном из основ недостаточность или, допустим, как я вам привел эти там примеры с телефоном и так далее. Вот, да, есть телефон, есть стороны, но неизвестна цена, например. Поэтому это недействительность. А вот ханафиты говорят, что есть вот этот пример, они про него говорят. Мы не говорим недействительный, мы говорим плохой. Мы, они говорят, да, договор действительный, если будет известна цена. Тогда мы исправим этот договор. Вот разница у ханафитов между недействительным и плохим договором. Также договоры делятся по... Что такое действительный договор? Если он правильный, то он должен быть действительный. То есть, да, все. Если этот договор правильный, я продал, мы указали цену, все согласны, все. Он действительный. То есть, договор, я получил, он получил телефон, я получил стоимость, значит, этот договор действительный. Совершенный. Остановленный договор, отсроченный договор. Я доктор в университете, поэтому я всегда задаю вопросы студентам. Если кто-то хочет, если вы хотите, я задаю вопросы, вы можете отвечать, если что. Что такое остановленный и отсроченный договор? Это договор, который заключен между одной из сторон договора, но есть недостаточность в компетенции договорящегося. В его, то есть, мы же говорили только что, что сторона должна быть взрослым, разумным. Да? То есть, да, мы же говорили, да? И чтобы товар был тоже дозволенным, разрешенным. Если я скажу, я тебе продаю за тысячу, и он говорит, я покупаю. А если мы покупаем, продаем вино, то это харам, это недозволенно. Остановленный договор, это полноценный, конечно, договор, но в нем есть недостаточность либо в компетентности стороны, либо в предмете купли-продажи. Например, если продает ребенок. Мы говорим это, мы спросим у его родителей, у его представителя законного, у его отца, если он позволит, тогда этот договор становится действительным. Поэтому этот договор, значит, данный договор считается остановленным до тех пор. Дальше, если этот телефон, вот человек вот передо мной, вот, я всегда привожу на своих лекциях в университете, я привожу примеры. Вот я продаю этот телефон, вот этот телефон принадлежит моему товарищу. Я продаю этот телефон. Я сказал, телефон стоит столько, он купил, все согласны, говорим, этот договор остановленный. И мы должны получить разрушение истинного владельца. Если мы возвращаемся к владельцу, он говорит, да, я согласен, значит, договор становится действительным. Если он говорит, нет, то этот договор недействительный, потому что это не мой товар, я не владею этим товаром. Если что-то непонятно, задавайте, пожалуйста, вопросы, я готов отвечать. Дальше, значит, значит, обязательства. С точки зрения обязательства у нас обязательный и возможный. Что такое обязательный договор? Договор, это если договор уже совершен, то никто уже не может его расторгнуть. Никто не может сказать, вот я передумал, я не буду продолжать. Только в тех случаях, если вторая сторона изъявит свое согласие. У нас есть возможные договора, то есть, имеется в виду в этом договоре возможный, что человек может его расторгнуть даже после его заключения. Что, какой пример этого договора? Я, например, продаю этот телефон. Шейху, вот как вас зовут? Шейху Шамилю, Шейху Шамилю продал этот телефон. И он говорит, и он заплатил. И пошел домой. Затем позвонил мне и говорит, прости, пожалуйста. И для меня оказалась неожиданность, что у меня есть такой дома, я не хочу его купить. Я говорю, нет, невозможно, мы же уже все. Это обязывающий договор. Он не может быть расторгнут. Также в аренде. Если вы заключили договор аренды на год, а потом этот арендатор приходит через два месяца и говорит, ну все, я передумал. Я не хочу продолжить аренду. Мы говорим, нельзя, это харам. Этот договор действительно обязывающий. Поэтому ты мог изначально заключить договор не на год, а на два месяца. Понятно? Поэтому, если я скажу брату Шамилю, ладно, хорошо, давай, верни, вернитесь, телефон обратно и забирай свои деньги. Это, значит, икаля за это, да. То есть это даже поощряется. Да, если, да, то есть снятие бремени, понимаете, снятие бремени, снятие обязательства. И даже пророк, мир ему, он нам советовал при возможности позволять это делать, снимать бремя. Я могу сказать, нет, аренда год, значит, сидишь год, платишь год. Потому что этот договор был обязывающим. А вот, возможно, что я вот поручаю, есть поручительство, да. Значит, я поручаю брату Шамилю заключить за меня договор. Он потом может сказать, нет, нет, знаете, я больше не хочу, все. Ну, хорошо, все в порядке. Потому что поручительство является дозволяющим договором. Есть обязывающие договора, это не будем дальше, значит, у нас есть с точки зрения гарантии и безопасности. Есть договора в исламском шариате, что, когда говорим, что рука этого человека над этим товаром, это рука Бамана и Амана, значит, что? Я, когда сдаю квартиру на год, значит, он, как бы, получается, что он должен обеспечивать... Он мне не гарантирует, если только он нарушает условия договора, когда я его сдавал. Например, он живет в квартире и случилось, допустим. Пришли грабители, воры, залезли к нему, разрушили часть этого дома. У него все было закрыто. И я тогда, нет, я не могу, я не могу ему говорить, нет, ты должен жить дальше в этом доме. Если было доказано, что он допустил какие-то, ну, то есть он не закрыл двери, упустил что-то, и также рука Мудариба, рука берущего в аренду. Договор Бамана, это когда доман происходит во всех случаях. Даже если было упущение, даже если было упущение, то этот договор доман, это, например, договор продажи. Потому что договор продажи, при договоре продажи товар перешел, владение товаром перешло в момент заключения договора и получения денег. Если что происходит, ну, все, это уже, владение товаром уже перешло от одного лица к другому. Теперь ты владеешь этим. Например, вы можете купить верблюда там за 100 тысяч, а затем через минуту он умирает. Мы говорим, это такова воля Аллаха. Вот, это доман называется. Еще один пример, кто незаконно завладевает чем-то. Я, например, сдал дом в аренду на год. Мы говорим, он как бы гарантирует там, это, ну... И если кто-то пришел, украл ключ от этого дома и поселился. И на второй день что-то произошло. А тот арендатор, он не имеет к этому никакого отношения. Мы говорим, мы говорим... А, и что-то происходит. И мы говорим, ты должен отвечать по договору, потому что ты завладел нечестно. То есть ты... Понятно, да? Когда... Я надеюсь, что все понятно. Что касается формулировки. Сыга. Это понятно. Договор Мунаджаз или договор подвешенный, или договор, добавленный в будущее. Мунаджаз это договор, где все понятно. Значит, я продал, ты согласился, на этом договор закончил, завершенный. Последствия этого договора происходят моментально, циуминутно. И после этого, что бы ни произошло, то вторая сторона несет ответственность. Подвижный или отсроченный договор это... Говорят, я куплю, купил, но при условии, что мой отец сдать согласие. Мы говорим, хорошо, все. Да, я жду, 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 когда этот его отец даст согласие. Если он дает согласие, тогда вот этот отсроченный договор будет действительным. Если, допустим, мы заключили договор аренды, и он мне говорит, да, я беру в аренду с первого рамадана. И это значит, что до первого рамадана я могу сдавать свою недвижимость, а вот уже после первого рамадана у нас с ним есть отсроченный договор, который будет действовать с первого рамадана. И поэтому это называется отсроченным договором. Мы завершили целую главу. Итак, договор имеет формулировку, имеет основы и имеет условия, части, что касается действительности и так далее. Если есть вопросы, касающиеся договора, вы можете сейчас, либо введение, вы можете сейчас их мне задавать, потому что я сейчас перейду к части денег. У вас есть вопросы? Или, может быть, оставим вопросы на самый конец? Хорошо. На арабский я переведу? Подождите. Ну, например, на арабский я переведу. Спасибо. 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 Хорошо. 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 Да, понятно. Теперь говорим о деньгах. Деньги. Что имеется в виду? Имеется в виду? Все, что угодно, это деньги. Все, что имеет материальную ценность, это деньги. Воздух, я могу продавать воздух, ну, кому-то, я же не владею воздухом, поэтому можно допустить, сказать, что деньги, есть два условия, касающиеся, что должны иметь ценность, ценность, стоимость. И что дозволено, согласно исламскому шариату. Я не могу продавать вино, хотя оно имеет ценность, стоимость, да. Вот эти вот деньги, если они имеют материальную стоимость, но не дозволено, я не могу продавать. Итак, эти деньги, если по шариату дозволено, имеют ценность. Но дозволено по шариату, это деньги. И когда эти деньги, когда эти деньги могут принадлежать человеку, это если он ими владеет правильно. То есть, когда я продал, он мне заплатил стоимость, договор был правильным. И тогда эти деньги стали моей собственностью, если я продал деньги. Ну, то есть, не дай бог, если бы я продал свинину. Может быть, вода, может быть, что-то, 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 что-то. Я имею в виду богатство или же капитал. Это все, что я имею ценного. Все, что имеет ценность. Мальт представляет собой дом. Может быть, это даже и вино, но оно запрещено. Эта ценность, этот капитал должен иметь стоимость и должен быть разрешенным. Этот капитал подразделяется на следующие части. Первое. Может быть, это собственность какая-то, строение. Это может быть какой-то капитал, в котором я нуждаюсь, в котором я не нуждаюсь. Может быть, собственным принадлежать собственнику или не принадлежать. Кто использует, пользуется этим разделением вот этих категорий капитала или богатства. Давайте мы разделим вот это понятие «маль» на те пользы, которые мы можем получить. Первое. Прямой капитал или косвенный капитал. Это только у ханафитов так подразделяется. Поскольку все ученые остальные видят, что капитал, который по законодательству неразрешенным, его нельзя продавать. А то, что я имею в своих руках, это все по нашему законодательству разрешено, и это является малым мутаковым, прямым капиталом. Прямой капитал и косвенный капитал. Вот, например, я не передал, например, Шамилю вот этот телефон, а он взял, он взял, взял, например, какую-то вещь, а эта вещь является вином. По нашему понятию, эта сделка не гарантирована, эта сделка не законная, эта сделка не разрешенная. Цель, которую мы преследуем при этом, говорим, когда мусульманин, как, можно сказать о том, что мусульманин, если он испортил вино и передал у мусульманина, то получается о том, что если мусульманин испортил вино, которое было в собственности другого, то это не разрешается запрещенным действием. Это, наоборот, разрешенным. И это Ютлев испортит, если он испортит вино, то вино это потеряет цену. для мусульманина такие сделки являются харамом. Хорошо. богатство подразделяется на недвижимости и на передвижный или подвижный капитал. Ну, что такое Аккар? Аккар – это собственность, строение, земля, дом, здание. Дом можно перенести в другое место? Нельзя. А вот то, что переходной капитал – это то, что можно передать, перенести с одного. Например, кабель, чек какой-то. Почему мы делим на две части? Вот такой капитал. Мы сказали, что то, что постоянная земля, дом, человек может подтвердить свое право на его владение. Это понятие «щифа». Я имею дом, я владелец этого дома, сосед, сосед, если он хочет продать мой дом, если мой сосед хочет купить, если я хочу продать дом, то я в первую очередь должен продать дом своему соседу, а не другому человеку. это наш сосед обладает первоочередным правом на покупку твоего дома по нашему шариатскому законодательству. Если я хочу продать автомобиль, то это правило не распространяется, я могу продать его любому человеку. Хорошо. Также имеется другое богатство, ценное богатство и не ценное или идеальное богатство. это имеется ввиду любое богатство, которое можно найти на рынке, например, телефон, а ценное богатство, ценное капитал, он не обязательно будет присутствовать на рынке. Например, и он не продается. Я, например, продаю какую-то редкую вещь, которой нет на рынке. Почему? Почему есть такое разделение? Потому что человек, если он испортит что-то, например, карандаш или авторучку, испортит, если он продаст что-то такое, такое испорченное, то это же все ему к нему вернется с этого рынка. надо иметь... Это понятно? Хорошо. В соответствии с владельцем общий капитал, общий капитал, общественный капитал и частный капитал. Я имею... Я владелец этого кресла, я владелец дома, я могу продавать, могу продать телефон, дом, но... но... но есть некоторые, например, например, парк, университет, мечеть, я не могу распорядиться такими объектами. например, я могу сказать, кто хочет воспользоваться моим креслом, я говорю, платите 10, 10, ну, рублей, но это скамья или кресло находится в общественном парке, я не имею права проводить такую сделку. Это не принадлежит мне. Мы закончили... Мы закончили с имуществом, закончили с капиталом, с деньгами, а теперь... Теперь поговорим о религиозных правилах. Правила означают что это религиозная основа и есть у нас есть целые книги написанные об этих правилах. Даже одно правило в 5-6 слов и под ним может быть тысячи, могут быть тысячи правил, уточнение и так далее. Если ты запомнил одно правило, тогда будет проще понять все, что идет в разъяснении этого правила. Итак, например, если у нас есть правило, что основой всех операций это дозволенность. Я говорил о том, что одно есть только в том случае, если одно какое-то условие допускает превращение харама в халяль и наоборот. Я когда говорил о условиях, я говорил, что любой человек может ставить любое условие, да? Не говорил? Итак, когда я продаю этот телефон брату Шамилю, он сказал, у меня есть условие. что ты передашь этот телефон моему брату. Я говорю, хорошо, я согласен с этим условием, с твоим условием. Значит, тут все в порядке, потому что мусульмане подчиняются своим условиям. Но он говорит, если он говорит об условии, которые дозволяют превратить халяля в харам или харама в халяль, если он говорит, я тебе заплачу через месяц, я скажу, хорошо, согласен, но после этого каждый день, когда будет, если ты задержишься с каждым днем задержки оплаты, я буду увеличивать цену на 5 рублей. скажем, это харам, это не разозболено, это уже расставшичество. Понятно? Итак, второе правило, это не наносить ущерба и не терпеть ущерба. То есть исламский закон не позволяет нанесение ущерба. Поэтому если вы что-то покупаете, вы видите, что он обратил, он объясняет. То есть если он нанесет вам ущерба, если эта сделка нанесет ущерба, то она недействительна. Значит, запрет монополии. Коммерсант, торговец, если он удерживает этот товар, он занимается, он становится монополистом с целью извлечения сверхприбыли. Это харам. Потому что это наносит людям ущерб. Потому что ты делаешь товар более дорогим, более, чем он того стоит. Это харам. Также из правил, что привычка, она подлежит также установить правилам. все, что привычно, все, что люди привыкли делать, и все знают стоимость, что стоимость этой услуги или этого товара, это становится правилом. поэтому договора становятся правильными, когда мы их сравниваем. Когда мы все знают, что если я что-то покупаю на рынке, и я ничего не говорю, просто мне передадут деньги, это все сработает, потому что все знают, что таково правило. если я использую такси из Казани, ну, где-то в город я еду от Экспо, и все знают, что цена, ну, скажем, 20 рублей фиксированная, да, или где-то с 1000 рублей, ну, скорее, 1000 рублей, да, и таксист, таксисту вы дадите 1000, а он скажет, нет, это стоит 10 тысяч, нет, на рыночную цена 1000, она фиксирована, мы ее знаем, и поэтому нужно договариваться с клиентом, клиент следует правилам, и 10 тысяч недопустимо, если в самом начале он обозначит цену 10 тысяч, это другое дело, хотя мы знаем, что это стоит 1000, кто-то опять по-арабски говорит, сейчас снова переходим на русскую речь, на арабскую, так, четвертое правило, оттабе оттабе это следование следованию, то есть что-то следует чему-то большему, и поэтому становится если я продаю верблюдов, верблюда, например, и это верблюжиха, скажем так, и она беременная, то за эту же цену, потому что то, что у нее в чреве, это как бы вместе с ней, если я продаю дерево с плодами, то дерево продается вместе с тем, что она несет, с плодами, которые она несет. Так, еще из правил, это что это значит. Это правило я уже объяснял. , Давайте... Это очень важный момент, о котором я хотел бы сказать сейчас. Опять говорит по-арабски. Я говорил, что основа в договоренностях это дозволенность. Однако в исламском законе есть вещи, которые если входят в договоренность, то эта договоренность перестает быть действительной. То есть расставшичество, ущерб, наисение ущерба. И у всякого вот такого вот есть свои виды. Так. Расставшичество, рост. За 10 минут я попробую объяснить за 10 минут. Что такое рост? Рост. Имеет разные виды. Есть рост за долги и рост в продажах. Что такое рост за долги? Рост долгов. Это когда я даю ссуду, а вы возвращаете больше. Это харам. Это запрещено. Если... Или я даю... Ты даю тысячу и возвращаешь тысячу первого, первого, двадцать шестого года. Но если ты опоздаешь, то тогда будешь платить больше. Это тоже рост. Это тоже харам. Это запрещено. Второй тип. Это рыба. То есть это рост продажи. Продаж. Пророк Мохаммад Мир ему сказал золото за золото. И серебро за серебро. И финики за финики. И овес за офис. И соль за соль. И все должно иметь равноценное. Все за равноценное. Все за аналогичное. То есть если я... То есть если я продаю финики за финики, то они должны быть одинаковыми, равноценными. Так же все ко всем. То есть золото, золото, серебро, серебро. Они должны быть равноценными. Равноценность обязательно. Но если я продаю золото за серебро, либо деньги за серебро, можно увеличивать, но это должно быть оговорено сразу же, во время заключения договора. Потому что это является видом роста. Второй тип это Аль-Гарар. Это продажа, у которой неизвестны последствия. Это тоже Аль-Гарар называется. Или же, то есть неизвестно, что продается, или неизвестно, за сколько продается. Это называется Аль-Гарар. Он запрещен. Это харам. Аль-Гарар это харам. Он запрещен. Но есть правила регулирующие. Если вот этот харар небольшой, это ничего страшного. Норма. Если за этот харар предусмотрена какая-то оплата, то он тоже допустим. Примерами этого харар могут быть незнание цены. Я продал телефон, но мы не знаем стоимости. Либо если я покупаю то, что в чреве коровы, например. Это тоже харар. Потому что в утробе этой коровы может быть что-то мёртвое. Так же хараром является продажа того, чем не владеешь. Когда я продаю то, чем я не владею. Как я могу продать то, чего я не владею? Это тоже харар. Осталось 6 минут. Я буду очень кратким. Предельно кратким. Продажа перед получением денег. То есть, продажа того, что я купил что-то. И прежде чем я получил вот это вот что-то, я его продал. В исламских банках иногда это может происходить. Иногда вы слышите, что в исламском банке есть понятие мурабаха. Это когда клиент говорит банку, я хочу купить автомобиль в автосалоне. И тогда исламский банк покупает этот автомобиль и оплачивает целиком, а затем продаёт мне. Это правильно. В рассрочку, допустим, он продаёт, это будет правильно. Иногда говорит, нет, я не хочу получать, потому что может что-то произойти. Он мне говорит, вот идите, купите прямо на выставке. Я говорю, нет, на выставке нельзя. Банк должен оплатить автомобиль, оплатить товар, получить. И только после этого он может его продать. Про дарар, просто про ущерб мы говорили. Мы говорили, то есть в исламе. Ислам запрещает всё, что может нанести ущерб или вред людям. Так. Здесь будем говорить о новой теме. Тема это Есть компенсации. Есть у нас компании. Есть товарат, это талфиqat. А что такое муавадат, то есть компенсация? Всё, что вы хотите, всё, что вы хотите, чем хотите завладеть, за это вы должны платить. Шарикат, это совместное, то есть это там, где имеется в виду партнёрство. Если мы хотим извлечь прибыль, то мы должны быть партнёрами. Это вот партнёрство. Табаруат, это пожертвование, то есть иметь что-то без оплаты. Это как садака. Как подарок. Вакф. Четвёртый. Таусиqat. Это гарантии. Это кафаля. Это залог. Три минуты, да? Так, в двух словах. То есть если я плачу деньгами за товар, это продажа. Если я плачу деньгами за аренду, это аренда. И так далее. То есть я оплачиваю деньгами. Партнёрство. Ну, допустим, у нас есть компания, которая, дозволение. Что такое компания ИБАХА? Это там, где все люди партнёрами являются. Являются партнёрами. Как общественный парк, например. Каждый человек может зайти и попользоваться им. Что такое Шарикетельмельк? То есть частная компания. Это и компания договорённости. Договорная компания. Частная компания. То есть мы, допустим, мы и Шамиль владеем этой землёй. Я ему не продаю. Нет, я и Шамиль, партнёры, являются партнёрами в этой земле. Я могу ему продать свою долю. Он может продать мне мою долю. Но я не могу продать его долю кому-то. Понятно? То есть это не моё право. А компания по договорённости. То есть мы являемся партнёрами в чём-то. Ну, допустим, в торговой точке, в торговом магазине. Мы имеем вину, что мы хотим извлекать прибыль. Он продаёт за меня. Я продаю за него. Я его замещаю. Он меня замещает. Я представляю его интересы. Потому что целью нашего партнёрства является извлечение прибыли. И это является актом, то есть договорённостью. Как я уже упомянул, благотворительность. Это всё реально-то походом. Гарантии. Это гарантии. Когда я продаю что-то, и вы говорите, что я вам попозже заплачу. Но где гарантии, что вы мне заплатите потом? Хорошо. Я согласен. Вот есть, например, ипотека. Что такое арахан? Афраман. Это гарантия. Хорошо. А вот это часы Rolex, которые я вам даю. Если я не заплачу, вы забираете эти часы, и всё, они становятся вашим. Можете их продать. Хорошо. Если я не плачу, то мой друг вам заплатит аманы. Хорошо. Итак, хвала Аллаху. Шейх Абдул-Рахман, вначале вы говорили, что основа – это дозволенность. Как вы смотрите на кэшбэк в банках? Хасанан, хорошо. Это вопрос глубокий. Шамиль задал глубокий вопрос не для простых умов. И он имеет отношение к кредитным картам. В исламских банках. У нас появился стандарт, шариатский стандарт относительно кредитных карт. И у нас был стандарт номер два для кредитных карт. Но так как этот стандарт был устарел, появился новый стандарт. И в нём говорилось о кэшбэке. Кэшбэк в исламских банках дозволен. Потому что, когда я что-то покупаю товар на рынке, используя эту кредитную карту, я получаю бонусы. Я получаю не от банка эти бонусы. То есть, кредитная карта работает таким образом, что банк мне сужает деньги. Я иду за эти деньги, покупаю товары. Затем я позже закрываю свою задолженность перед банком. Так оно работает. Поэтому кэшбэк предполагает, что я потом меняю эти бонусы на деньги. И это, пожалуйста, потому что это идёт от участников, от акционеров. Я не владею иностранным языком. Я надеюсь, меня переведут. Меня зовут Мухаммад. Я преподаю экономику. И у меня такой к вам вопрос. Назовите, пожалуйста, ключевые факторы, которые в исламском банке влияют на наценку по финансовому контракту. Например, Мурабаха. Какие ключевые факторы закладываются в основной церкви? Ахшамил. Ахшамил. Мухаммад. А у него нет, послушайте, он ждет твой привод. Шейх, он тарджим? Тайд Атнии, да? Мне повторить? Да. Да. Окей. Уважаемый шейх, меня зовут Мухаммад. Я преподаватель экономики, но в светском университете. У меня такой к вам вопрос. Назовите, пожалуйста, ключевые факторы, которые закладываются в наценку при определении в финансовом контракте, например, в Мурабахе. То есть, на что должен опираться финансовый институт, например, Исламский банк, когда он определяет, какая должна быть наценка по финансовому контракту. То есть, от чего это зависит. Потому что в тех контрактах, которые мы встречаем, например, в светских государствах, иногда эта наценка бывает выше, чем судный процент, который предлагается по традиционным кредитным операциям. Прозъясните, пожалуйста. Прежде всего, хотел бы... Правильно ли я понял вопрос? Вы спрашивали про... Как работает Мурабаха в банках, да? От чего зависит наценка? Маржа. Исламский банк, как определяет наценку маржу при Мурабахе? От чего это зависит? Как он это рассчитывает? Как он это рассчитывает? На цене Мурабаха. Так, говорит мурабаха. Примерно ли я ничего не застановиться? Ахрен Мурабаха в банках? Мурабаха foods укрепляет наценку маржу при Мурабахе. Так. Давайте объясним, что такое Мурабаха, договор Мурабаха. Договор Мурабаха – это у факихов в древности, это когда я что-то покупаю и говорю, я купил за тысячу, но продаю за тысячу пятьсот. Это раньше вот так объяснялось, но вы сейчас говорите о современной Мурабаха в исламских банках. Современная Мурабаха в исламском банкинге происходит таким образом, что клиент идет в банк, в исламский банк, и говорит, я хочу купить автомобиль на той-то выставке или в таком-то автосалоне или у какого-то продавца. А банк говорит клиенту, дай мне обещание, обязательство, что если я куплю этот автомобиль и заплатил за него, то ты его обязуешься у меня покупать. Итак, прибыль, когда банк покупает этот автомобиль и он уже владеет полностью этим банком, он продает в рассрочку. Потому что если бы у клиента было достаточно денег, он не пошел бы в банк за рассрочкой. То есть Мурабаха это рассрочка. И когда банк продает клиенту в рассрочку, то он извлекает прибыль, потому что он получил, то есть он получает свою прибыль, он продает. И законодатели дозволяют извлечение прибыли, когда речь идет о рассрочке. И поэтому, если ты продаешь автомобиль за 10 тысяч наличными, можно продавать его за 15 тысяч в рассрочку. Однако в Мурабаха самое главное является то, что банк уведомляет клиента о том, за сколько он купил этот автомобиль и с какой процент прибыли он извлекает из этого. И он говорит, что если ты оплачиваешь рассрочку за 3 года, то прибыль будет столько. Если за 10 лет, то прибыль составит столько. И это дозволяется. И это дозволено шариатскими, стандартными и наука о прибыли. И все это дозволяется. Что касается аренды, там немножко дело отличается. Вернее, просто отличается. Банк получает стабильную прибыль плюс индекс, какой-то индекс, коэффициент. Понятно? Ответ был понятен? Банк покупает автомобиль за тысячу и продает ее, если деньги возвращаются через год, за 2 тысячи. Если за 2 года за 3 тысячи, банк покупает автомобиль и продает через Мурабаха в рассрочку. Покупает за тысячу, затем продает в рассрочку. При условии, что если деньги возвращаются за год, то цена 2 тысячи. Если за 5 лет 5 тысяч, то за 10 лет 10 тысяч. Например, в договоре фиксирует, что я купил за тысячу, продаю за 5 тысяч и делим это на 10 лет. В том случае, если в договоре написано 10 лет, а продавец через 2 года говорит, я хочу все деньги оплатить. Да, я хочу оплатить полностью, ну, но не 5 тысяч, не 10 тысяч, а 2 тысячи. Это тоже тонкий вопрос. Мне мешает, заберите. Я хотел бы повторить этот вопрос сейчас. О чем идет речь? И прежде чем ответить брат Шамиль, первый вопрос, ответ на первый вопрос, он был понятен? Нет, ваш, Шамиль, мой ответ был понятен на ваш вопрос? Потому что акционеры вам предоставили суду тогда. Я буду разъяснять еще и ваш вопрос. Что относится к кэшбэку, о котором вы спрашивали, что Исламский банк возвращает кэшбэк. Я говорю, вам возвращает акционеры, потому что они вам судили эти деньги. Когда, если я даю суду, Шамилю тысячу, а затем я ему говорю, верни мне всего лишь 900. Есть в этом проблема? Но нет проблемы в этом. Потому что харам, недозволенный, это рост. Они в кэшбэке, те акционеры, которые составляют этот банк, они сами от себя как бы дают вот эту скидку. Они берут ссуду и от себя еще дают вам добавок. Поэтому кэшбэк дозволяется, но только при условии, что банк не берет никаких, то есть ничто не берет в оплату, в обслуживание этой ссуды. Понимаете, да? То есть он берет только расходы, компенсирует расходы только тех, которые нужны для оплаты нужд. То есть на накладные расходы, оплата труда и так далее. Теперь вопрос, это последний вопрос нашего брата. Он говорит, что касается Мурабаха, рассрочки. Как я уже объяснял недавно, что вы оплачиваете мне через 5 лет, в течение 5 лет, поэтому прибыль составляет 5 тысяч. Если платите в течение 7 лет, то прибыль 7 тысяч. Он говорит, хорошо, ладно. Значит, клиент с банком договорились на 5 лет. И тогда банк говорит клиенту, и тогда будет прибыль составлять 5 тысяч. Через 2 года клиент приходит и говорит, все, я могу сейчас полностью всю сумму оплатить. У меня есть. Этот банк, он берет за 5 тысяч или за 2 года прибыль свою? Вот в этом же у вас вопрос, да? Да, да, так вы спрашиваете, да. И тогда мы говорим, раз банк подписал с клиентом, что прибылью является 5 тысяч, то так и должно быть, как оговорено. Но, однако, банк и все банки через 2 года, если он оплачивает полностью, идут навстречу. И не берут эту прибыль за оставшиеся 3 года. То есть, по факту они берут только за 2 года. Однако, невозможно написать это в договоре. Потому что, если вы это напишите, напишите 5 лет, и если я оплачиваю за меньше, то будет меньше, это уже получается рыба наоборот. То есть, расставщичество наоборот. Поэтому, да, банк по собственной воле, по доброй воле может вернуть вам. Но, однако, есть некоторые центральные банки, которые обязывают, обычные банки в Саудии, например, в Саудовской Аравии, центральный банк обязывает банки распечатать, то есть, указать в банке, в договоре, что если вы приходите через 2 года, то прибыль должна составить вот это вот. Даже вот в Эмиратах, исламские банки, если ты приходишь и оплачиваешь заранее, они не берут никакой прибыли, за исключением той, которая уже по времени. Но мы говорим, не пишите этого в договоре, потому что кто-то может прийти и сказать, скажут, чтобы не было вот этой вот рыбы наоборот, расставщичество наоборот. К сожалению, нам здесь не слышно вопроса, поэтому... Да, это рыба, но здесь есть рост, здесь есть увеличение, потому что увеличение в капитале, то есть, да, в капитале машина та же увеличение существует. Рост. Рост.